Если вы не заметили, то я смотрел на тебя весь вечер. Ты, я... Ну, я донор спермы, которого ты искала. Я уверен, что такие подкаты сработали для некоторых парней. Но все же, давайте повысим свой уровень. Для начала давайте посмотрим на беседу, которая у нас уже состоялась с ней в вашей голове. Да, вы знаете, о чем я говорю. Вы уже размышляли о том, как начать с ней разговор, что она вам ответила. Вы это провернули уже не раз. Но главное помните, ребята, это все предположения. И проблема заключается в том, что вы вдруг говорите себе, «Знаешь что, она слишком красивая». И у нее, наверное, куча всяких дел. Так что вы начинаете отказывать себе, даже не попробовав. Много всякого происходит, и наш мозг пытается найти всему объяснение и защитить нас. Поэтому вам надо выкинуть это все из головы и понять, что это все нереально. А вот что реально, так это сожаления, которые вы будете испытывать, если не попробуете. Да, вам будут отказывать, но эта боль будет ничто по сравнению со страхом того, что вы даже не попробовали. Поэтому, парни, запоминайте, что все тараканы в голове, они не имеют никакого значения. А что имеет значение, так это просто взять и попробовать. Подойти и начать беседу. Следующий совет, как начать общение с красивой девушкой, надо научиться знакомиться и начинать разговор с любым человеком. Ребята, все очень просто, незатейливые разговоры. Но они должны быть у вас систематически. Их надо оттачивать. Если вы интроверты, вы думаете, что посмотрев парочку видео и прочитав несколько книг, вы сразу начнете заводить интересные беседы с красивыми девушками, то это так не работает. Это все надо отрабатывать и расти в этом навыке. На самом деле в мире есть сотни людей, которые обязаны с вами говорить. Это продавцы в магазинах или консультанты. Некоторые из них будут девушки. Да, может они вам не нравятся. Но суть в том, что вы учитесь начинать разговор. Вы прокачиваете свой навык, что сказать. Потом вы будете замечать, какие темы у вас лучше получаются, и что нравится другим слышать. Таким образом у вас вырабатывается уверенность. Вы начинаете понимать, как считать человека, анализировать его реакцию. Вот что главное, господа. Вы практикуетесь, и когда вы встретите эту красотку, вы уже будете знать, как с ней заговорить. Итак, следующий пункт очень важный. Это анализировать ситуацию. Надо понимать, что происходит вокруг. Некоторые обстоятельства будут располагать к себе, другие нет. Так, например, вы вышли на пробежку вокруг озера, и видите ее, она бежит вам навстречу, и у нее наушники в ушах. Она погружена в свою тренировку, не стоит ее отвлекать. Да, она красивая, но поймите, что вы собьете ее на строй на день. Если она делает йогу, реально, никто не подходит и не пытается заговорить с незнакомыми людьми, когда те растягиваются. Ну а вот, если вы пришли в свою любимую кафешку, и вы замечаете девушку, которую никогда раньше не видели, а вы были в этом месте уже сотни раз, вы можете ей сказать, «Привет, я прихожу сюда постоянно, и никогда не видел тебя раньше». Ну или, скажем, вы уже бывали в этом месте, и заметили, что она приходит сюда по понедельникам и садится всегда за тот же самый столик. Вот как можно познакомиться. Вторая ситуация с кафешкой – это более благоприятная ситуация для знакомства. Следующий совет, он связан с состоянием ума. И это ваша мысленная установка. Надо понимать, что существует бесконечное количество красивых девушек. Как только вы осознаете всю истинность этой ситуации, знайте, что вы больше не будете считать ее и других таких же, как она, как нечто редкое и недоступное. Смотрите на то, что вы действительно ищите в отношениях. Как только у вас появляется установка изобилия, а не установка нехватки, у вас появляется больше уверенности и смелости. Да, она может вас отморозить, но есть еще уйма других возможностей заорканить пташку. Просто надо начать знакомиться с девушками. Следующий совет, как познакомиться с красивой девушкой, это следите за собой. Смотритесь в зеркало, проанализируйте вашу одежду, ваш взгляд. Потому что вы точно не хотите попасть в ситуацию, когда вы подходите к ней. Начинаете болтать и видите, что она улыбается. А когда вы отходите, она говорит что-то своим друзьям, и они смеются. А оказывается, что у вас в зубах застряла еда. Нет, поэтому зайдите в уборную и перепроверьте себя, чтобы все было в порядке. Очень важно носить правильную одежду. Когда вы в костюме, то он ощущается как броня. Он делает ваши плечи шире и руки больше. Утончает талию, вот все эти детали придает вам правильная одежда. Примите душ, используйте духи. Вы чувствуете себя в своей тарелке, так что, когда вы чувствуете себя хорошо, вы хорошо пахнете и хорошо выглядите, то ваша самооценка повышается. Далее, это визуальный контакт. Это обязательно? Нет, но это очень сильный индикатор, который без каких-либо слов говорит вам, если кто-то заинтересован в том, чтобы пообщаться с вами. В течение дня мы постоянно делаем контакт взглядом, чтобы поздороваться с людьми. Но когда вы видите женщину, и она вам нравится, вы пересекаетесь взглядом, и она задерживается на полсекунды или целую секунду, первый раз это может ничего не значить, но если ваши взгляды пересекаются снова на секунду, вот что по-настоящему уже имеет значение. Вам надо научиться устанавливать визуальные контакты, улыбаться. Это нас возвращает к первым пунктам. Это не происходит просто так. Это сложно для многих людей. Это требует много практики, чтобы успешно применять этот навык. Ну а если она отвернулась и больше ни разу не посмотрела в вашу сторону, то, скорее всего, она не заинтересована. Может она замужем или с парнем. Ну, неважно, может у нее трудный день. Ну а если вы обменялись взглядом, улыбнулись, и она улыбнулась, то это приглашение к тому, чтобы подойти к ней. Ну а что если у вас нет с ней визуального контакта? Можно ли начинать с ней беседу? Конечно же да. Скажем, вы задержались допоздна в библиотеке, и она там тоже задержалась. И у вас у обоих есть задание, которое надо сдать до завтра. Так что у вас есть нечто общее, что служит отличным поводом для разговора. Но дело в том, что она не отрывает взгляд от книги уже последний час. Ну, во-первых, ребята, не надо расстраиваться. Просто есть две вещи, которые необходимо учитывать. Первое. У людей, как только мы вторгаемся в их пространство, у них срабатывает рефлекс «бей или беги». Поэтому если человек испугался, он думает, кто этот человек, который вторгается в мое личное пространство. А это как раз вторая вещь. Вы думаете, что вы в двух-трех метрах от этого человека, и это нормально. Но следует учитывать, что когда человек напуган, то зона его личного пространства, она расширяется. Поэтому, если вы не установили визуальный контакт, то вам надо позаботиться о том, чтобы вы подходили к человеку с его лицевой части. Скорее всего, она взглянет на вас, и это будет возможность начать с ней разговоры естественным способом. Главное, это не пугайте ее. Итак, важный момент. Вы начали беседу. Следите за тем, чтобы не усложнять. Следите, чтобы все было просто и ненавязчиво. Что это значит? Многие прокалываются на этом моменте. А всего-то надо было просто сказать. Привет, как дела? Ну или прокомментировать какую-то ситуацию. Боже, что ты делаешь так поздно? Ну или знаешь, что она тут делает так поздно, потому что ты остался на дополнительные занятия, как и она. Преподаватель попросил вас подготовить реферат. Тогда можно спросить, как продвигается твоя работа? Очень многие ребята косячат тут. Знаете почему? Потому что они слишком много думают. Они думают, что у них должна быть идеальная фраза для того, чтобы начать разговор. Но она просто не существует. А если и так, то тогда напишите ее в комментариях. В общем, главное, господа, не усложняйте. Имейте в запасе парочку базовых фраз и будьте проще. Итак, следующий совет, что у вас есть общего. Это настоящий ключ. Я об этом уже говорил. Я использую этот пример с университетом, потому что тут легко можно ссылаться. Ох, я не могу поверить, что он заставил нас подготовить этот реферат или принести эти книги. Но также она может работать в офисе через дорогу. Тогда можно сказать. Знаешь, я заметил одну интересную вещь про это задание. То есть, все очень просто и забавно. При этом вы показываете, что у вас есть что-то общее. О, ты училась в университете Оклахома? А я играл в команде Лонгхорн. Да в этом случае мы должны были бы быть врагами. Но если вы оказались на одной конференции, скажем, в Нью-Йорке, то, скорее всего, это будет хорошим поводом продолжить общение. Несмотря на то, что вы ходили во враждующие университеты, то, по крайней мере, вы оба с юга. И вот такие вот вещи будут вас объединять. Если вы когда-либо путешествовали и сталкивались с человеком из вашей страны, будучи в другой стране, то вы, думаю, понимаете, о чем это я говорю. Это отличная вещь, которую объединяет людей, когда вы находите что-то общее. Следующий пункт. Предположите, что вы нравитесь другому человеку. Очень часто так бывает, что, когда мы знакомимся с человеком, то мы думаем, что они замечают все наши недостатки. Что они замечают то, что мы знаем о себе, и иногда это не самые лучшие качества. Так вот, предположите, что человек видит вас только хорошее. Это может сработать таким образом, что вы будете вести себя более открыто и дружелюбно. А ваш более позитивный язык тела будет располагать собеседника к вам. А вот следующий пункт, и большинство парней его не отрабатывают, это знать, как завершать беседу. Обладать навыком замечать момент, когда человек уже не заинтересован в общении. Может, ей надо продолжить заниматься, или она вообще не заинтересована в общении. Суть в том, что если она уже не заинтересована продолжать беседу, то просто завершите ее. Что ж, был рад познакомиться. В этом нет ничего плохого, что ваша беседа закончилась. Любая беседа когда-то заканчивается. Проблема в том, что многие парни, начиная разговор, они думают так, что это должно привести к этому. Потом мы должны попасть ко мне домой. А это уже приведет к, ну вы знаете, повеселимся. Но вот что главное, наслаждайтесь беседой просто ради самого наслаждения беседой. И когда вы это отрабатываете, то у вас появится особый навык. Потому что в целом люди умные, и они чувствуют, когда от них чего-то хотят. Когда вы стараетесь вести беседу в определенном направлении. Но часто это заканчивается провалом. А вот когда вы сможете вести искреннюю беседу, то этот навык поможет вам получать гораздо больше. Какое видео смотреть дальше, рекомендую вот это. Как делать комплименты женщинам. В этом видео я рассказываю, как сделать комплименты, при этом не выглядеть стрёмно.